Девушки отдыхают Что бы тебе не хватало-то, а? На берегу же скука. Или ты какой прицел имеешь? Не твоего ума дела. Надо будет, я это золото контейнерами возить буду. И только, когда возить будешь, про своих не забудь. Не забуду, Пятнистый. Давай-давай-давай. Да? Товарищ Штормек, к вам гости. Что за гости? Говорит из морского. Землячка ваша Татьяна. Чего тросился? Собирайся. Позвонил. Значит так, матрос. Пусть она приходит по этому адресу через два часа. Все понял? Понял. Выполняй. Есть. Спасибо тебе за Павла Андрей. Он на седьмом небе. Совсем как мальчишка. Тебе спасибо. Такого парня вырастил. Он ни о чем не догадался. Ну, теперь уж все равно догадался, не догадался. Я не для себя старуху. Ну, это он прекрасно понимает. Просто хочет, чтоб ты о себе подумала. Всему свое время. Все время так говоришь, сколько тебя помню. Ну, а когда же на Пашиной свадьбе гулять-то будем? Рано еще. Вот и мне так говоришь. Так и проходим параллельно друг к другу, Галь. Неужели все еще ждешь, Андрюша? А ты не знаешь? Да хоть сейчас готовь тебя к себе забрать. Только скажи. Хочешь всех насмешить. Давно уже все смеются. Ходим, ходим. Сколько лет прошло, как ты одна. Пашку не подняла. Пора о себе подумать. Спасибо тебе, Андрей. За все спасибо. А ответа? Опять нет. Здравствуйте, Глеб Сергеевич. Да вы не бойтесь, меня никто не видел. Ты зачем на судно пошла? А я не знала, где вас искать. Давай, давай, заходи. Это ваша квартира? Моя. Чай будешь? А можно воды? Устала с самого утра на ногах. Воды нет, есть морс. Спасибо. Ты врача нашла? Глеб Сергеевич. Я решила оставить нашего ребенка. Что, прости? Я не буду делать аборт. Это что значит, ты решила? Да не хочу я быть убийцей своего ребенка. Да не волнуйтесь вы так. Я Леше сказала, что ребенок, которого я ношу, от него. И что, поверил? Поверил. Он сразу принял его в свое. Ты молодец, девочка. Запутала бедного парня сроками. Просто Леша меня любит. И мы свадьбу решили перенести, чтобы пораньше сыграть. Я счастлив, я при чем? Глеб Сергеевич. Ну, пожалуйста, помогите Леше судно получил. Ты за него уже работу вещишь. Этот подкидыш никогда не повзрослеет. Да Леша тут ни при чем. Вон Громов и дня не прождал, а уже... Да получит твой подкидыш судно. У нас сироты убогих любят. Нам срочно надо, чтобы так вышло, как будто бы мы свадьбу переносим из-за того, что он в море уходит. Я не хочу сидеть на свадьбе с животом выше подбородка. И ребенка убивать я тоже не хочу. Глеб Сергеевич. Я клянусь вам, если вы только поможете, то никто ничего про ребенка не узнает. Хорошо. Хорошо. Мы что-нибудь придумаем. Все тихо? Так точно. А на вахте кто? На второй штурме. Ладно, матросик, слушай. А нас ты не видел. Так точно. Так хочется в море быстрее. С тобой. Можем прямо сейчас. Я согласна. Тогда вперед. Россия. Россия. Подъем в команде якоря точить. Ну, уж нет, ты меня этим не проведешь. Я все ваши морские шутки выучила. Точно? Хочешь, поверь? О чем? Давай начнем с простого. Если предмет движется, то? То что? Если предмет движется, отдай ему честь. Правильно. А если нет? А если нет, тогда покрась. А женщина на корабле? Океанолог. Все, отстань. Мне вообще ты обещал научить меня врать. Зачем? Ну, как же. Не могу же я дома сказать, что провела ночь со старпом. Почему? Придется. Почему? Ты же за меня обманул? Конечно. Почему? Может, я люблю тебя? Конечно. Почему? Может, я люблю тебя? Мои головы мне. Я люблю тебя. Может, я люблю тебя? Угу. Она ближе. Могрия. Субтитры делал DimaTorzok Интересно, как тебе такое только в голову-то пришло? Да, Лёх сам меня об этом попросил. У тебя, говорит, дядя в отделе кадров работает, спроси, есть ли там, есть, может, чего. Злые языки просто у наших морячиков. Вы же знаете, жалко девчонку, затюкают. Прямо водевиль какой-то. Свадьба, беременная невеста. А про то, что Пашу Громова с научника отозвать, ты только сейчас придумал, так? Какие варианты? Судно на дороге не валяется. Да, я подумал, если Громов с Хомутовым друзья, если они учились вместе, мореходку вместе, курсы повышения вместе закончили. Как раз даже хорошо, если друг в этом деле поможет. Другой вон пойдет жалобу, строчить, обидеться. А Громов будет только рад другу помочь. Да и знаете, как бы судно-то он до конца еще не принял. Зацепиться с командой не успел. А ты успел? Ну, с меня немного другой спрос. Я всего-то пятью духами командую. А ладно. Что-нибудь придумаем, чтобы не пострадала честь невест. Спасибо. Молодые будут рады. А, дядя Андрей, тут просто такое дело, что по поводу назначения Громова на судно, в порту уже слухи ходят, что, мол, Андрей Михайлович с Галиной Ивановной, с Пашкиной мамой, сына хотят подальше услать, чтобы он не мешал. Надо же, Стармех. А ты еще и слухи собираешь. Да, иногда собираю, если это меня и моих родственников касается. Лично мне от вас, дядя Андрей, ничего не надо, вы знаете. Бывайте. Бывай. Все все готовы, давайте, верю. Бывай. Субтитры сделал DimaTorzok Пойдите Разреши, Чиф По делу или так? И так и эдак Слушай, Паш Давай тормознем нашу разборку А то как дети малые, помахали кулаками и хватит Да я, собственно, не против Ну, отлично Мир, дружба, служба Я рад Да-да, войдите И сюда Я сюда попал Здорово Ну вот все и в сборе А я к вам прям Заправление порта Неужели судно получил? На мирном наливнике Второй помощник капитана Слег с чем-то хроническим Вместо него я поведу Боченьку в обладник Поздравляю Спасибо Надо отметить Большая удача, поздравляю Удачи, 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 удачи Правда, экипаж попался Сборная солянка И одного русского Два украинца, один латыш Но я думаю, что это ничего Ничего Ничего, сейчас все так ходят Да, конечно Главное, под каким флагом ходишь Как под каким? Под российским, конечно И еще В эту субботу Всего морское Дом номер 23 Наша с Татьяной свадьба Да, ладно? Да, форма одежды праздничная Ну, поздравляю Молодец, подкидываешь Всех умыл Ты гигант, конечно Ладно, парни Двину в машину Дожди, Глеб Спасибо, что зашел Я должен был первый подойти Да какая разница Ты и я Леха Поздравляю Глеб, Глеб, ты что? Давай, ничего Вахта, вахта Ну, смотри Ну, что? Ты на старпом Бабли Без проблем Спасибо Бабли Бабли Баб Нары Танта День Бабли Редак Бабли 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 Стоru ıyla Спасибо, что довез. Доброе дело перед походом сделал. Доед, что ли? Да. Паша, скажи, а вы к Красному морю через Адынский залив идете? Ну, а как по-другому, дедуля? Да что ты сказаешь? Поговорили, что там пираты шибко шикуют, а вы без оружия. Ну-ка мы научное судно, дед Сав. Какая разница? Им на это наплевать. Им даже лучше судить без оружия, понимаешь? Они разбойники. Слушай, что я тебе скажу. Когда войдете в залив, идите ближе к Йеменскому берегу. Хорошо. Они туда не сунутся. Хорошо, дед Сав. На судно придешь, старшему своему тоже скажи. Все, хорошо. Пока. Все, все, плаваем. Пока. Это правда, Павел? Что, мамуль? А то, что дед Сав болтает про пиратов. У нас научное судно, мамуль. Не торговое. Им даже поживеть с нечем. Не беспокойся. 10, 20, 30, 33 мили. Видимо, в авто 3-го поможете. Георгий Семенович, извините, пожалуйста, я к вам врываюсь. У меня к вам очень серьезное дело. Что случилось? Елена Петровна не устраивает наше отдаление от Сомалийского берега при пересечении Оденского залива, Георгий Семенович. Да, я не могу проводить свои исследования на таком расстоянии. Я с таким же успехом могла сделать это дома, сидя на берегу. Я не могу подходить ближе. У меня есть инструкции по безопасности. Елена Петровна, дорогая, там пираты. А вы что, об этом раньше не знали? Мы уже три месяца в море. Может быть, нам вообще свернуть экспедицию из соображения безопасности? Если понадобится, Елена Петровна, я именно так и поступлю. Георгий Семенович, миленький, ну простите. Просто вы поймите, что если бы я знала об этом, я бы наметила совсем другие измерения, понимаете? У меня были бы совсем другие планы, а сейчас... Ну, я как безбилетный пассажир у вас. Георгий Семенович, ну, может быть, можно чуть-чуть ближе к западному берегу залива, а? Елена Петровна, ну, мы делаем все, что возможно. Но вы поймите, я не могу рисковать экипажем и судном. И старпом выполняет мои указания. Ну, ладно, ладно, что-нибудь попробуем. Спасибо большое, Георгий Семенович, спасибо. Значит, это у нас рекомендованные. Сейчас представим. Рекомендованные курсы вот в этом коридоре. Минимальное удаление от берега 400 миль. Да, но это рекомендованные курсы. А надо бы подойти поближе. Все, штурман, меняем курс. Есть менять курс? Старпом. Да? Скажи науке, что попробуем помочь. Хорошо, Георгий Семенович. Выполняйте. Есть. Главное, не волнуйтесь, Леночка. Все будет нормально. Так должно быть. А вам главное сейчас, не волноваться, не нервничать. И все будет хорошо. А это почитайте на досу. Серафим. Хорошо, спасибо. Док. Привет. Чего тебе? А есть что-нибудь успокаивающее? Сплю плохо. Не держу. Пейте печеную воду с много перед сном, чем трои со снотворными. И гуляй по палубе перед сном. Не помогает, Док. Тогда баранов считай. А что с океанологом нашим? Не ест ничего, белое к пьем. Укачала? Укачка-то положена здесь ни при чем. А что при чем? А вот это, милый мой, не твоего ума дело. Иди. Давай, давай. Стой. Иди сюда. Держи. Вот тебе леденец, ромашка. Тоже успокаивает. Иди, неси. Службу. Глеб, не занят? В кого прячешься-то, дедуля? Я мне вообще на вахту через три часа я спать собирался. Чего хотел? Совет нужен. Леня, хочу предложение здесь сделать. Прямо здесь, на корабле. А она что, согласна? Конечно. А я при чем? Подарок нужен. Поможешь? Ну, вон, а дым через два дня иди сам в город покупай. Да ладно, Глеб, ты же у нас спец по барякушкам. Почему я спец? Ну, что тебе стоит-то? Я в город выходить больше не планирую. А тому, кто меня по этим делам спецом назвал, я ногу сломаю. Понятно. А я думал, мы друзья. Видать, нет. Ну, видать, нет. И не я это начал. Ну, ладно, дедуля, отдыхай. Что, чип, не спится? Тоже спит в Аденском заливе. Что тут у нас? Слева на траверзе два корыта нарисовалось. Сначала они четко отбивались. А теперь точно видно, рыбачки. Связаться пытались? Да пытались, я с ними на шестнадцатом говорил. Что-то такое, калямари, калямари. Видимо, кальмары плываются. Ведут себя спокойно. Что-то не похоже. Что-то не похоже. Кальмары у вас освещены на полгоризонта и стоят на месте. А эти движутся в темноте со скоростью двадцать пять узлов. Эх ты секунд, звони капитану. Так зачем? Капитан, только чтобы... Быстро звони. Они идут на пересечении нашего курса. Капитан, просьба немедленно прибыть на мостик. Бояк! 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 Ну-ка, ну, помогай. Старбом? Да. Общесудовая тревога. Угроза нападения пиратов. Внимание экипажа. Общесудовая тревога. Общесудовая тревога. Всем собраться в машинном отделении. Лена! Лена! Что случилось? Я был общесудоватимый. Как акипаж? Парел в машинном отделении. Пойдемте. Прошу. Пойдемте. Моя позиция. 1-2 градуса на море. 5-2 градуса на море. Атака пират. Атака пират. Ждите. Ждите. Атака пират. Академик Королёв, этапорт 038. Мейдей принял. Мы в 45 милях от вас к северо-западу. Готовим вернувку с ворпехами. Будьте на связи. Спасибо, 038. Понял вас. Понял. Старповым, стоп-машина. Вахта живо вниз. Зародили. Зародили, прыщ, прыщ. Я начну. Да-да-да, прыщ. Возьмем пять! На мошадь, ешь! Сергей Сергеевич, Лену, примите их. Хорошо. Сергей Сергеевич, вы не видели, где Паша? Паша с капитаном, не воврутись, Леночка, все нормально. Да, я не знаю. Капитан Ройнен, Мачан, расступитесь! Лена, пропустите! Разрешите. Паша, она так о фига вас тут. Что же теперь будет? Все будет хорошо, любимая. Мы закрыли дверь, она сюда не пролезет. Морпифы же вылетели, на помощь. Старпом! Да! Проверить личные составы, задравить дверей. Есть! Чиф, у нас там дед остался! Какого черта? Так давайте я его вызову! Отставить! Если он спрятался, сразу его выдаст! Я его перехвачу, нырнем в подсобь по наюте, задравим и пересидим! Есть, то есть, то есть. Все, скорую зиму с ним будет. Отдай двери, живо! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Тихо! Не надо! Не надо убивать! Русский, значит, студент? Да-да-да, есть студент? Тихо! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Поле прошло на поле, легкая, не задета. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok